Кстати, я всё хотела спросить, неужели ты доверила ей своё настоящее имя, просто так не преследуя никакой личной цели? Всем привет! Вы на канале Дивплей, и мы продолжаем проходить гейшен инфаркт. Не забываем пошлёпать мой лайк, написать комментарий, минимум из пяти хороших слов для поддержки этого видео. А ещё можно плавно подписаться на канал, задонатить по ссылкам в описании, или же по этим самым ссылкам в описании подписаться на мою телегу. Погнали! Так, ну шо, дурол? Гелакира, мы тут! Так, давайте найдём местечко, где можно сесть и перекусить! А она всё ещё злится. Азарик и Джехт, привет! Давно не виделись! Ха-ха, да! Я очень рад, что вы благополучно вернулись в лагерь! Джехт от вас просто без ума! Мы только что про вас говорили! Ай, а о чём вы говорили? Джехт ещё сердится. Ай, сердится! А, да, она говорила, что между вами случилось небольшое недоразумение. Знаешь, Джехт такая беспечная, но совсем не умеет выражать свои чувства. Ну, ты тоже хороша, Гелакира! Джехт так беспокоится о твоей безопасности! И тебе стоит прислушиваться к её советам! Извини, я должна была уделять ей больше внимания. Нет, это я виноват, и извини. Я вела себя как ребёнок. Ну, между прочим, да. Я понимала, как важна для нас Лилу Пар. Но всё равно устроила истерику. Лилу Пар иногда говорит странные вещи и использует всякие жуткие сравнения. Но она присматривала за нами всю дорогу сюда. Конечно, Лилу Пар очень необычная, но она точно не злодейка. В общем, всё будет хорошо, Джехт. Эки Лакира очень важна для тебя, правда? Да. Я всегда считала тебя своей лучшей подругой. Вот только я боюсь... Неважно. Эм, Джехт, ты вдруг сделалась такой серьёзной? Мы даже не знаем, что сказать. Ну, и вы зря смущаетесь. Я больше не хочу обижаться на пустом месте, честное слово. Договорились? Ха-ха-ха! Вот и славно! Ой, точно! Батерь Дженов сейчас с вами! А как ты думаешь, чё-то за хуйня рядом летает? Да она рядом со мной. Назарик, матриарх Бабель предупреждала, что нельзя просто так об этом спрашивать. Ерунда, Джехт! Первую половину пути я прошёл вместе с вами! Так что мы здесь все свои! Все свои? Я бы так не сказала. О, говорящая бутылка! Какая дерзость! Если ты меня не узнаёшь, хотя бы помалкивай. Ну и какая злющая! Это и есть матерь Дженов! Последи за своим языком пустынное отродье. Это Азарик, мой брат из племени Танит. Хм, что же, не самый плохой вариант. Разве что многовато болтает. И туговато соображает. Эх, любой разговор с ней заканчивается одинаково. Я просто выхожу из себя. Я тебе сочувствую. Джехт, а ведь Бен-Бен тебе казался таким милым, помнишь? Может, просто представишь, что это Бен-Бен, который научился говорить? Тем более, они оба умеют летать. Ха-ха-ха-ха! Да всё отлично! Дженни должны быть острыми на язык, как иначе! Главное, что она на нашей стороне! Всё будет хорошо! На вашей стороне? Я не ослышалась. Простите, великодушно, но я никогда не встану на сторону бездомного пса, который говорит моей повелительнице одно, а делает другое. Моя повелительница верит тебе, и наверняка у неё есть на то свои причины. Но я слежу за тобой, Азарик. А мы, извини, Дженни, они такие. Да ничего! Да, я хотел спросить. Что случилось после того, как вы разделились? Просто интересно! Да, мне тоже интересно. Я что-то упустила? Эм, вы рассказываете о Азарико и Джехте засаде. Предатели и его сообщники из других племён. Возможно, это те самые люди, которых я выслеживала. И очень может быть, что они сотрудничают с опасными чужеземцами вроде Фатуи. Молодец, Джехт! Ты смогла подробно описать наших врагов, владея крупицами информации. Ничего сложного. Все последние дни по поручению матриарха я выслеживала и убивала предателей. Так что их повадки мне хорошо известны. И в пору странствий нам с отцом встречали северяне, называвшие себя Фатуи. Так что с ними я тоже знакома. Но я убежала, думая только о своей обиде. И даже не заметила, что вам готовят засаду. Сори, она ещё виновата. Ой, да давай не будем об этом, это не твоя вина. Да, я согласен. Не вини себя, Джехт. Скорее всего, они получили приказ не нападать на тебя. Это нормально, что ты не заметила засаду. А вот о Дарфи. Он скрылся из лагеря. Можно не сомневаться, что это предатель. Нарушение законов гостеприимства, нападение на гостей племени. За такое у нас беспощадно карают. Киллокира, я найду его, обещаю. Он не уйдёт отсюда матриарха. Ой, Джехт стала такая серьёзная. А раньше, по-твоему, я была несерьёзная? Ха-ха, Джехт! Всё больше похоже на настоящего члена племени! Что? Ты хочешь сказать, я не настоящий член племени? Не, я не то имел в виду. Я просто рад, что ты так заботишься о своих друзьях. Этот вопрос касается и племени тоже. Да! Чужеземцев в пустыне становится всё больше. И в сердцах членов племени прорастают семена вероломства. Чужеземцы вмешиваются в нашу жизнь. Меня влияют на образ мыслей людей. Мы с тобой, ближайшие помощники матриарха Бабель. А раз так, нам следует серьёзно отнестись к этой проблеме. Да. Кстати, чуть не забыл. В это время года у нуты особенно активно. В пустыне появляются прорытые ими туннели. Эти туннели очень опасны. Поэтому будьте осторожны. Держа путь в пустыне, старайтесь к ним не приближаться. Это ведь просто у нуты. Мы постоянно на них охотимся, а они совсем не опасны. Всё равно нельзя забывать об осторожности. Да, ну да. Что такое у нуты? Мы ж этих подземных червяков пиздили ещё хуй знает когда. А, или мы типа ещё не знали, что это такое. Ладно. М? У нуты? Каждый год племя устраивает охоту на унутов, чтобы собрать их жир и приготовить из него пряности. Пряностей на выходе получается не очень много, зато они высоко ценятся на рынке. Поэтому наше племя почти ни в чём не нуждается. Пока мы контролируем угодье, где обитают унуты, племя будет жить в достатке. Горожане очень любят наши пряности за насыщенность и остроту. Но для пустынного народа всё обстоит иначе. Мы охотимся и на других животных, а запах унутов слишком едкий. И он отпугивает добычу. Поэтому члены племени, занятые на приготовлении специи, не участвуют в охоте и убийствах. Запах, который источают личинки унутов, куда менее едкий. Мы часто помечаем дорогу пахнущим экстрактом личинок, чтобы не заблудиться в пещере или в руинах. Ха-ха! Я помню, ты оставляла такие метки в руинах Гюрабана! Но эти унуты правда опасны? Не особо. Для чужеземцев они могут быть очень опасны. Но не беспокойся, мы вас защитим. Фу. Ну а чё смешного? Так просто. До чего дошли потомки Апепа? И лупара всё время молчала, а теперь вдруг заговорила. А я уже подумала, аж вы обо мне забыли. Что ж, хотите, расскажу историю? Кхе-кхе, конечно, рассказывай! Я так долго спала, что совсем не знаю, о чём нынче говорят люди. История моя стара как мир. Расскажу, если моя повелительница не возражает. Расскажи, пожалуйста. Ничего, я просто заткну уши. И Пайман тоже! Погоди! А зачем затыкать уши? В книгах говорится, что речи Дженов имеют магическую силу. А истории, которые они рассказывают, способны налагать проклятия. В книгах говорится, что так себя ведут только невоспитанные грубиянки. Не перебивай, деточка. Хм, с чего начать? Когда лунный свет заливает камни белизной... Это случилось по тысяче лет назад, когда пустыня ещё не была такой безлюдной, а оазисы украшали её, словно самоцветы. В те времена весь мир был населён дженами. Они жали в серебристых ночных ветрах, в зубочих песках пустыни, в морских водоворотах и звонких тропических ручьях. Чпаник. Но были мы... Но были мы не обычными существами, а подданными повелительнице цветов. Ни скованная не алчностью, ни мирскими желаниями, мы страстно хотели одного. Проникнуть в тайны жизни. Цветение и увядание растений, полёт птичьей стаи. Вот что мы хотели постигнуть, а кроме этой страсти, единственными нашими узами, были настоящие имена. Пока повелительница цветов провела мером, мы не знали заботы, жили в бескрайнем раю, сотворённом её любовью и лаской. Но потом случилась беда. Госпожа покинула нас, и рай был разрушен. Радость обратилась и в траурный плач, а муки были... Более искоренили добродушных... Добродушие дженов. Посеяв вместо него строптивость и жестокость. И мы отдали свои настоящие имена Аляхмару, стали его рабами. Ибо он пообещал, что отыщет нашу вечную спутницу, нашу истинную госпожу. Услеплённые ложной надеждой, мы отказались от своей свободы. Приняв заточение в серебряных сосудах, и стали рабами в его царстве. Но всё утраченное утрачено на веки, его никогда не вернуть. Но не думайте, что джены были всего лишь подлыми рабами. Только любовь, граничащая с безумием, может заставить джена доверить своё настоящее имя. Только любовь к повелительнице цветов заставила нас посвятить себя службе пустыни. Проснувшись и вновь окунувшись в суету этого опустевшего мира, строптивая джен безнадёжно влюбилась в пастуха. На, вы не спите, пастуха. Речь не о вас, но... Но вы, похоже, на него моя повелительница. И опять брательник. На того, кем он был когда-то. Что, опять ревнуешь? Вот уж нет. Моя повелительница, всё просто. У меня тоже когда-то была дочь. Мои глаза не обманешь. Фу, мне всё равно, что ты там говоришь. Да, для дженовни такого страш... Да, для дженовни оков... Блядь, нет оков страшнее любви. Попавшая в ловушку любви приносит себя в жертву, словно животное. Что позволяет паразиту заполнить его внутренности своей грибницей. Блядь, ой, сори. Ой, опять лил упар со своими жуткими сравнениями. Ха-ха. Джены лишены глупой человеческой стыдливости, поэтому мы не уклоняемся от разговоров о любви. И не боимся открыть своё сердце тем, кого любим. Какая радость, что от тебя осталась одна бутылка. Но джены любят так страстно, что не могут простить предательство. Предательство рождает в нас утрачен утроенную ярость и жажду мести. Так и пришёл конец Гюрабаду. Но это уже совсем другая история. Кстати, я всё хотела спросить. Неужели ты доверила ей своё настоящее имя, просто так не преследуя никакой личной цели? М? Ха-ха. Бдительность — это хорошо. Да, ты права. Как и вы, я хочу добраться до Азиса Вечности. У меня есть там кое-какое незавершён... Есть кое-какие незавершённые дела. Какие? Простите меня, повелительница, я всё расскажу по дороге. Но сейчас время ещё не пришло. Просто знайте, что для меня встреча с вами — большое счастье. Раз у нас с тобой общая цель, давай больше не будем ссориться. Твоё здоровье. А чем я буду чокаться? С собой. Тьфу! Хе-хе-хе-хе-хе! Ладно! Хватит на сегодня странных историй. Давайте поговорим о чём-нибудь более приятном. Кстати, Килокера, ты умеешь играть в карты? Умеет. Сори, нет настроения. Наверное, тебе не понравилась наша пустынная жизнь. Точно? Хе-хе! Ну что ж, тогда давайте рассказывать историю! Вы беседуете о разных удивительных историях и чудесах. Что-то видели сами во время странствий, что-то знаете по чужим рассказам. Вы втроём пьёте забылые дела, до слёз смеётесь над старыми небылицами. Вздыхаете, услышав печальную историю. Но Зарик умеет завершить любой рассказ уморительной шуткой. Самое главное не завершать рассказы уморительными шутками на похоронах. Не все оценят. Когда луна вышла на середину неба, Зарик рассказал грубоватый анекдот о крокодиле в Юичном Якеан. Лишив себя привилегии спать под одним одеялом с вами и Джахт. Джахт рассказала вам много забавных пустяков. От неё исходит едва заметный аромат пряностей и все истории, которые она вам рассказывает, словно пропитаны этим печальным ароматом. Всю ночь вы провели в разговорах. Уже на рассвете легли в повалку и заснули у тлеющего костра. Задание выполнено. Новое задание. Так, камни собрали. Что у нас тут по камням? А, мало ещё для трубки. Ладно, Джахт, погнали дальше. Килокера Пайман, как вам спалось? Неплохо, спасибо. Да, зачем только Лилу Пар наговорила всякого прожеков и скорпионов? Пайман долго не могла выгнать всех этих букашек из головы. Вы, похоже, неплохо отдохнули. А вот мне совсем не спалось. Ну, а кто тебя просил вставать посреди ночи и искать бабель? Это не я её искал. У неё было ко мне дело. Зачем бабель тебя искала? О, просто одно срочное дело. Одно дело, связанное со старейшинами племени. Одна всем известная тайна. А? Матриарх бабель кое-что рассказала мне ночью. Дальше нам надо будет пройти через тоннель в дюнах, чтобы попасть в подземную часть Оазиса Вечности. Да, господин Аляхмар построил сложную систему акведуков. Прямо под дюнами, чтобы орошить земли королевства простых смертных. Дюны, в которых бушуют ветра до исчезновения Аляхмара, были прекрасными зелёными холмами. Впрочем, эти трубы давно пересохли, что и для нас весьма кстати. По ним мы сможем дойти до основания Оазиса. Значит, матриарх бабель наконец-то приняла решение. Это всё потому, что Келокера смогла вернуть Джена, которая может показать дорогу. А ещё потому, что я боек на язык, как пересмешник. Да уж, вчера я была тому свидетельницей. Но не считая нужным вдуваться в подробности повелительница. Ладно, давайте поговорим с матриархом бабель. Ну, давай. Два камня истока. А-а-а! Стоп, не тут. Смотри, арх, ёпта ты где. Стоит тут, свечилят. Мужики, вы будете что-то делать, нет? А-а-а! Я понял, это они приседают. Окей. Хорошо, а теперь вопросы не напугаются? Бля, им похуй. Ладно. Вот и вы. Келокера, надеюсь, что племя оказало тебе достойный приём. Ну, Джехт, хорошо, что ты здесь займёшься поиском предателя Адерфи. Так много предателей в последнее время подозреваю, что это всё происки далёкого заснеженного королевства. Другими словами, Фатуи. Фатуи, а они сюда проникли? Они прям как жабы или скорпионы. В общем, как те, о ком говорила Лилупар. Кругом они. Вначале под флагом сотрудничества они сговорились с нашими торговцами. Затем начали вмешиваться в наши собственные дела. Такие назойливые, но силы, стоящие за ними, должны быть велики. Чтобы предотвратить их дальнейшую агрессию против нашего народа, мы прогнали северян и запретили им снова показываться в наших угодьях. Но они всё рыщут в пустыне, словно койоты. Что им нужно? Сокровища союзники. Как бы то ни было, но не очень опасно. Понятно. Я добуду вам информацию или голову врага. И... И информацию, и голову. Понимаю. Так или иначе, Фатуи сейчас не самая главная проблема. Киллокера, у меня будет к тебе просьба сегодня. А Зарик уже должен был рассказать о общих чертах. Никаких проблем, матриарх Бабель. Хорошо. Но должна тебя предупредить, дорога впереди будет очень опасной. Наши разведчики засекли много унутов. Не беспокойся, я проведу их безопасным путём. Про Зарика. А Зарика. Я покажу дорогу и помогу отгонять унутов. Но в запретное место войти не смогу. Сори. Соображение, а Зарика достойно уважения. Руина, которая оставила давно ушедшее божество. Мы ведь с древних времён стоим на страже гробницы и не можем их тревожить. Это выпало на вашу долю. Спасибо, матриарх Бабель, за такую возможность. Да, надеюсь, вы вернётесь в целости и сохранности. Уважаемая Лилопар, после входа в основание Оазиса Вечности, группе придётся выбирать направление, полагаясь на вашу силу. В разрушенных остатках каналов могут находиться другие ваши фрагменты. Конечно, я это знаю, но откуда это известно тебе? Ты узнала об этом от чужаков, не так ли? Ха! Ну да, чего тут стесняться? Ограбить несколько учёных, выкрасть у торговца в несколько карт. Это для жителя пустыни дело нехитрое, я понимаю. Ха-ха! Спасибо за это знание. Она вернула мне некоторые старые воспоминания и силу. Но я буду наблюдать за тобой. И за... Объектом твоего особого интереса. Это уже чересчур. Матриарх Бабель организовала эту экспедицию только ради того, чтобы мои родители могли покоиться с миром. Как ты смеешь так с ней обращаться? Джехт. Мои извинения, Лилупар. Я понимаю ваше опасение. И постараюсь заслужить ваше доверие. Поступай, как знаешь, а я отдохну. Ебать-то уморилась. Ну, не буду задерживать вас. Приступайте как можно скорее. Ну, попиздюхали. Благо на телепорт. Ну и нужно идти вперёд, верно? Думаю, это тебе стоит позаботиться об этом. Не лезь не в своё дело. На безопасности. Так. Хорошо. Вопросы... Куда мне надо-то? Где-то внизу? Постой-ка я чувствую какое-то движение по толщи песка. Да, это лилипур. Ну, давай, червячок. Тихо, блядь! Нахуй! Ёб твоя мать, а чё вас так много-то? Корба. Тихо! Бздыник. Стоп, блядь! Ах-ка! Дух! Ах-ка! На хуй! Оп! Оп! Тихо! Пу-ка! Тихо, не надо- Просто есть ли-да? Все-да-да-да! А-ка-ка-ка-ка-ка! Во-на-ве? Тихо! И-да-да-да! Ой-да-да-да! Тихо, да-да-да-да-да? Тихо! Тут всё? Бля. Я только разогрелся. Двигайтесь дальше вглубь ущелья. Туннель, ведущий к основанию азиса вечности, должен быть там. Да, Келакира осторожнее с песчаными бурями. В таких ущельях ветра могут быть сильнее, чем на открытой местности. Не беспокойся, я буду их оберегать. Идёмте дальше. Я с вами прощаюсь. Берегите себя. Спасибо, а и ты. Азарик, это ты, осторожнее. Ты же пойдёшь по пустыне совсем один. Смотри, чтоб тебя он от не проглотил. Да поебать вообще. Да Лена, цари, источник всей власти. Куда подевался твой блеск? Что это за песня? А что, хочешь разучить? Увы, в моей памяти слишком много раз... Эээ, многого не хватает. Остальные слова не вспомнить. Здоров, бро. Вот, всё. И добегался. Не надо оно было тебе. О, великая богиня Цветову, слышь молитву покинутых. Упокой наши души в Азисе Вечности. Какие большую записку нельзя забрать. Что, ещё один лагерь? Да, ещё один лагерь. Ну, такой себе. Бля. Лагеря племени-то нет. Тут есть их записи. Бабель уже отправлялась сюда людей. Хм, похоже, не всё... Не всё уважают традиции племени так ревностно, как она об этом говорит. Что не так с этим лагерем? Здесь лагерь, и что с того? Она посылала сюда людей и до нас, но никто из них не выбрался живым. Возможно, именно поэтому место стало запретным для племени. Другими словами, запретным она стала и не из-за суеверий, а из-за реальной опасности. А вот зачем она посылает сюда людей так часто? Хм. По крайней мере, это уж точно не ради юной джахт. Полагаю, впереди нас ждёт ещё больше лагерей. Спросим у матриарха Бабель обо всём этом после возвращения. А пока давайте двигаться дальше. Давай. О, феечка. Бля. Там какой-то механизм. Да-да-да-да-да-да. Механизм и механизм. Чё бубнить-то? А вот феечка сама себя... Ебать грибок. А вот феечка сама себя... Не загонит куда надо. Дароу. Блядь. Иди нахуй. Блядь, только не говори. Эээ, заебали. Сука, твари со своими закрытыми вечно воротами. Курва. Как вы надоели. Ладно, идём разгадывать механизм разворота. Того. Так, мужики, я вас тут оставлю пока, короче. Что? Что это? Не хотелось бы действовать опрометчиво, но чтобы продвинуться дальше, вероятно, придётся дотронуться до этого предмета. А, но если это опасный предмет? Это выключитель насоса. Он контролирует силу потока воды. И его направление. Правда, сейчас вместо воды здесь песок. Увы. Как видите, некогда это было райское место, в котором не было недостатка в чистой воде. Не будем тратить время на разговоры, думая, что механизмы всё ещё можно активировать. Давайте попробуем и посмотрим, что будет. Лелупар в этом хорошо разбирается, Киллокера. Попробуем сделать так, как она говорит. Ну, активировать. И... Оу! То есть, в принципе, всё норм. Да, и кажется, я знаю, где она. Вот. Вот, вот, что это было за дверь, а что за ней? Здесь лежат мои фрагменты, где-то впереди я чувствую. Угу. Угу. Ммм. Подожди, а это что такое? А если наступить? Продолжение следует... Ладно. Скажем так, ээээ... Хорошего ничего не произошло, но хорошо, что не произошло ничего плохого. Чё такое? Посмотри туда, эти тоннели Я думаю, если соединить их и очистить от песка, это откроет нам путь Совершенная авантюра, но попробовать стоит Ты действуешь мне на нервы, Джен Сочувствую тебе, малыш Бля, она троллит Сама ты малыш Джек, ты ещё молода, а Лилу Парс совсем не высокого роста Для Пайман вы обе малыши Пайманы молодая и не высокого роста Значит, ты здесь самый маленький малыш Чё, не надо Пайман сюда впутывать, келоки, расскажи им Идите нахуй Ха-ха, как мило Довольно разговоров, Джек права Попробуйте, повелительница Жди, ща, ща мы будем пробовать что-то другое О, есть, наконец-то дошли Сундук у нас Загадочная страница Так, эти надо куда-то поворачивать, но куда? Там Контакта нет Ясно Блять О, здорово Тихо, выёбнутая Загребили их Так, ооо, зырь, чё-то работает Ух ты, стена исчезла, давайте посмотрим Чё скрывается Так, что-то мне подсказывает Как-то это хуй Там всё же Должна работать Хм Так, почему она не поворачивается Ладно Наверное, так надо Блин, я бы ту хуйню хотел забрать Так, вырежем немножко грибов Блять Ну а то ещё не все были Ты думаешь у тебя Ладно, ловите рог Да блять, сдохнем Спасибо Да, вижу, я вижу Я хочу пособирать Это всё игра Ну уж Чё-то это самое Есть И камешки получили Во, теперь моя душа Спокойна Бздыньк Сработало Идём дальше Идём Идём дальше Идём дальше Идём дальше о как их хорошо вынесло то кажется я немного начинаю вдуплять как казахом играть он красиво их жмыхнул так а эту хуйню мы можем открыть не хватает власти да я уж понял братишка дарова дарова еще будем делать жмых жмых а это слабенький братишка я чё-то думал это будет прям серьезный как тот в пещере где мы джена нашли такой какой-то на пол пищечки да хорошо а выше вот интересно чего эти камни можно разбивать или а нет типа чисто такая визуальная хуйня опа-па зырь чё нашли блять такое чувство что я уже в чем-то похожим был дальнейший путь лежит под этими песками то есть он погребен сколько же времени уйдет чтобы его откопать не отчаивайтесь давайте выясним есть или поблизости механизм который может избавиться от песку да за дело кого за дело чем за дело так во первых я хочу собрать этот геокал айфу блять геокал дандрокал потому что сюда я потом с большой долей вероятности хуй когда-нибудь еще дойду блять я честно говоря уже даже не помню как я сюда дошел у него знаю на блять ладно надеюсь а потом пойму по этим смещениям где был мужики ну отъявитесь вы от меня а тут можно спокойно постоять так вроде забыли меня о бублик о наконец то шо ж думаю тогда и сегодня на этом мы будем заканчивать а продолжим разгадывать загадочные загадки уже в следующий раз всем спасибо за просмотр и всем пока а